Фронт работы для сотрудников ТУ ЛТД Турмыс выдался непростой. 70 метров в длину, 3 метра в ширину и полутораметровая глубина. За годы в ветве канала Шемкенский по улице Дулаки скопилось такое количество мусора, что одним днём работы сотрудникам коммунального предприятия не обойтись. Неудивительно, ведь последний раз очисткой этого участка занимались полвека назад. Глубину мы будем убирать где-то в полтора метра. Здесь будем устанавливать очистные сооружения. Всего из 20 километров канала Шемкенский коммунальщики очистили пока третью его часть. Как признаются рабочие, этот отрезок в 8 километров один из самых сложных. Он проходит через частный сектор. А это значит, что на пути вдоль канала сотрудникам ЛТД Турмыс, помимо огромного скопления мусора, предстоит и решение подвода спецтехники труднодоступным участкам. Но больше всего коммунальные службы тревожат самоотношение горожан к месту собственного проживания. Порой все многодельные труды идут на смарку. Помимо бытовых отходов, нерадивые горожане выводят и канализационные трубы прямо в канал. Охранная зона канала в таких районах жителями не соблюдается. Надзорные органы могли бы проверять такие места и принимать соответствующие меры в отношении нарушителей. Разве так можно? Когда-то в 1950 году Шемкенский канал брал свое начало от озера Бадам до пассивных полей в нынешнем микрорайоне Самал-3. На сегодняшний день эта водная артерия превратилась в дождевой отстойник да мусоросборник. После обильных дождей уровень воды здесь резко поднимается и подтапливает близлежащие дома. В прошлом году нам пришлось открывать дополнительное русло и пускать дождевую воду в ирригационную систему города, так как пропускаемость в канале стала нулевой, а все из-за мусора. Работа по очистке канала на этом отрезке продолжится до Наурыза. С начала года коммунальным службам удалось очистить от мусора участки под тремя мостами. Осталось теперь достучаться до сознательности граждан. Правда, это входит в компетенцию уже других городских управлений. Бахром Абдулаев, Эльдар Жанускан, Авталгат Абдин Абиев, Гербон Махашев, информационная служба телекомпания Отрар.